В мае делегация улических журналистов, в том числе съемочная группа ООТР, посетила Германию по приглашению магистрата города Побратима Итштайна. Принимающая сторона организовала четкую и насыщенную программу нашего пребывания на земле Гессен, благодаря чему за неделю нам удалось посетить множество мест, пообщаться с коллегами, познакомиться с разными людьми. Всюду нас сопровождала председатель клуба друзей Углича Ватштайне Вильма Бергман, бессменный гид нашей делегации. Мы получили массу интересной и полезной информации о нашем городе Побратиме, о работе немецких СМИ и, можно сказать, сформировали свое представление о жизни в этой части Германии. Чем мы спешим поделиться с вами. Бургомистр Итштайна Герхард Крум, избранный главой магистрата на второй срок, не только мудрый политик, но и исключительно приветливый и общительный человек. Испытывая к нашей журналистской делегации особое расположение, он любезно пригласил нас к себе домой для небольшого интервью. И поскольку господин Крум сам в недавнем прошлом занимался журналистикой, наш первый вопрос затронул общие профессиональные интересы. Насколько опыт работы в СМИ оказался полезен для его нынешней деятельности. Очень помогает. Я тесно и открыто общаюсь с представителями СМИ, особенно теми, кто пишет о Больштайне. У нас общий фундамент доверия. Вы спрашивали меня недавно о моем стиле общения с людьми, видя, что я всегда среди людей и поддерживаю равноправие в отношениях. Такая демократичная форма руководства тоже отчасти объясняется моей принадлежностью к профессии журналиста. Хотя основная причина, конечно, в моем понимании, что я не могу идти вперед один, я должен говорить людям о своих планах, выслушивать разные мнения. Я считаю, что политик только тогда успешен, когда он открыт для людей. Так как приблизительно строится ваш рабочий день? Я не люблю рано вставать, поэтому начинаю работать в 9. Мой рабочий день заканчивается в 11. У меня нет пауз, обеденного перерыва. Обычно бывает много встреч, где-то 8 каждый день. В промежутках я занимаюсь документами и письмами. Кроме того, я являюсь председателем наблюдательного совета 22 некоммерческих организаций. Всегда есть проблемы, которые надо решать. Самое актуальное сейчас – это демографическое развитие. Население стареет, очень мало детей. Мы стараемся привлекать в город как можно больше молодых семей, создаем им условия для комфортной жизни. И еще Итштайн только сейчас стал урбанизированным. Это уже небольшая деревня, но многие еще живут и думают, как в деревне. Вы видели у нас фирму «Шторк». Это уже другой уровень. Нам нужно все уровни соединить. Любую проблему нельзя решить сразу. Надо много работать, поэтому на работе я провожу большую часть времени. А в выходные люблю быть просто лентяем. Какие у вас увлечения, кроме работы? Иногда в свободное время занимаюсь литературой. Очень люблю животных. У меня здесь живут две кошки и две лошади. Хотелось бы иметь еще собаку, но я думаю, кошки меня не поймут. У вас здесь конюшня? Да. Вы можете их видеть. Они скоро будут, и мы можем их видеть. Вы живете недалеко от города, но не в самом городе. Почему? Я здесь живу больше 20 лет. Моя жена очень любит природу, красивые ландшафты. Она с удовольствием работает на нашем участке. Он довольно большой. С нами вместе живут брат и его жена. Какие, вы считаете, у вас есть достоинства и какие есть недостатки? У меня нет недостатков. Я считаю себя творческим человеком. Управление, конечно, не очень креативное дело, но я стараюсь. Я прекрасно понимаю все нюансы политики. Могу организовать непростые вещи на высоком уровне. Не терплю, когда есть другое мнение, но нет никаких аргументов. Наверное, это мой единственный недостаток. Я не очень терпеливый человек. Небольшое спонтанное интервью закончилось непринужденно за чашечкой кофе. Мы с сожалением покидали просторный дом, устроенный со вкусом и просто. На прощание господин Кром убедил нас еще в одном редком для бургомистра достоинстве. Умении бережно обращаться с животными, с искусством заправского наездника держаться в седле. Профессиональные спортсмены во всем мире и каждый пятый человек в Германии знают немецкую велосипедную фирму «Шторг». Это единственное предприятие города Эйтштайна. Здесь расположен офис компании и ведется сборка велосипедов. Производство деталей осуществляется в странах Юго-Восточной Азии. Продукция «Шторг» интересна оригинальными техническими решениями, автором которых в большинстве своем является сам владелец фирмы Маркус «Шторг». Для господина «Шторга» велосипеды – дело семейное. Его отец и дед были профессиональными велосипедистами, и сам он уже в шесть лет в первый раз участвовал в соревнованиях. Однако спортивную карьеру по ряду причин продолжить не смог, и всю свою страсть к велосипедам реализовал в дизайнерской работе. В 22 года Маркус «Шторг» открыл свою компанию. В 1995-м зарегистрировал собственный бренд. Вот уже 9 лет живет и работает в Эйтштайне. Я родился во Франкфурте, но живу в Эйтштайне, потому что здесь очень красиво и комфортно. Я лично знаком с бургомистром Эйтштайна господином Кромом, и именно он помог мне сюда переехать и решить все проблемы, связанные с размещением предприятия. Это маленькая и очень успешная фирма. Она дает городу налоги. Но самое главное – ее знают во всем мире. А нам нужны предприятия и институты, которые имеют много международных контактов. Фирма «Шторг» экспортирует велосипеды в 28 стран и поддерживает 200 профессиональных спортсменов в мире. Среди разработок господина «Шторга» велосипеды горные и шоссейные для передвижения по городу. Стоят они не дешево – от 2,5 до 22 тысяч евро. Но велосипедисты знают, за что отдают такие деньги. Велосипеды «Шторга» – это оригинальные идеи. По большей части – ручная работа, редкие специальные материалы и в конечном итоге – комфорт и удобство в эксплуатации. «Шторг» выпускает самый легкий велосипед весом всего 4,5 килограмма. А недавно здесь был разработан электровелосипед, способный развивать скорость от 40 до 60 километров в час. Господин «Шторг» предлагает его как альтернативу автомобилю. Она вполне реальна для Германии, учитывая небольшие расстояния между населенными пунктами, хорошие дороги и государственную политику. Министерство транспорта Германии объявило конкурс на электрические средства передвижения, поскольку они не приносят вреда экологии. В нем участвуют 8 районов. Я, как представитель Итштайна, вместе с энергоснабжающей компанией нашего города предлагаю на нем свой электровелосипед. Я очень надеюсь выиграть. Тогда в Итштайне появятся тысячи электровелосипедов. Министерство транспорта выделяет 115 миллионов евро на популяризацию среди населения экологически чистого средства передвижения, которое одержит победу в конкурсе. Поэтому наша главная цель сейчас – доказать, что электровелосипед того стоит. До России чудо-велосипеды пока еще не доехали, но перспектива их появления здесь уже реальна. Господин «Шторг» ищет партнеров на нашем рынке, поскольку знает, спрос на его продукцию среди российских профессионалов есть. В нашем городе по брати Мечтани находится один из известнейших вузов Германии – Европейский институт Фрезениуса. В прошлом году ему исполнилось 170 лет. Он ведет свою историю с химической лабораторией Фрезениуса, которая затем выросла в фармацевтическую фирму и начала обучать химиков-технологов. В 1974 году эта частная школа была преобразована в частный вуз, прошедший государственную сертификацию. К сведению телезрителей, в Германии под именем Фрезениуса работают также сертификационный центр и фирма, обеспечивающая оборудованием больницы. Но в настоящее время все эти три Фрезениуса не связывают ничего, кроме основателей, которые были членами одной семьи. Непосредственно учебное заведение «Институт Фрезениуса» сегодня имеет филиалы во многих городах, в том числе в Кионе, Гамбурге и Вине, где в целом обучается около трех тысяч студентов. Это будущие инженеры, экономисты, химики, врачи, физиотерапевты, логопеды, психологи и другие специалисты. Обучение в нем платное, но при этом существуют различные формы помощи малоимущим студентам, как от вуза, так и от государства. Институт Фрезениуса дает качественное образование, и иметь его диплом в Германии очень престижно. Кроме того, с трудоустройством новоиспеченных специалистов помогают бывшие выпускники, с которыми вуз поддерживает постоянные связи. Значение столь престижного учебного заведения для маленького Эйштайна сложно переоценить. Институт Фрезениуса привлекает в наш город молодых людей, которые остаются здесь жить и работать. В нем также учатся иностранные студенты, а это развивает и укрепляет международные связи Эйштайна, принося ему большую известность. Это может способствовать и наличии филиалов института в разных городах Германии и за границей. С ними мы тоже активно контактируем. Институт Фрезениуса может положить начало и новому направлению сотрудничества между Эйштайном и Угличем. Здесь преподают химию и биологию, что позволяет предположить в перспективе совместную работу с вашим институтом маслоделия и сароделия. В институте Фрезениуса очень хороший уровень медицинского образования, и мы можем наладить сотрудничество студентов, будущих врачей, с санаторием Углич. Во время этого интервью господин Крум озвучил и предложение по формированию студенческой делегации для поездки в Углич в рамках совместного проекта международного молодежного лагеря. Данный проект реализуется в нашем городе в августе текущего года с участием молодежи Углича и Эйштайна, и в числе немецкой делегации также будут студенты с медиафакультета института Фрезениуса. По итогам работы лагеря все его участники должны будут разработать совместный молодежный медиапроект, направленный на дальнейшее развитие отношений между молодежью городов-побратимов. Сегодня, как и сто лет назад, обязательным условием благополучия каждой немецкой деревни должно быть наличие пожарной станции. В 11 деревнях Эйштайна это правило соблюдается неукоснительно. И самое удивительное в этой отлаженной системе то, что все до единого пожарные, независимо от возраста и профессии, выполняют свой долг добровольно. Совершенно бесплатно трудятся пожарные и в маленьких городах, население которых не превышает 100 тысяч. В течение считанных минут, получив по рации сигнал о бедствии, каждый работник добровольной пожарной службы обязан оставить самые срочные дела, прибыть на пожарную станцию и выехать на устранение аварии. Профессиональных пожарных в Эйштайне нет. Они работают только в крупных городах. Добровольцы за счет государства проходят обучение в специальных центрах. Гаражи, техника, оборудование – всем этим они обеспечены. Конечно, все добровольные пожарные имеют постоянные деятельности и в строительстве, и в медицине, образовании. Широкий профессиональный спектр. По закону, работодатель должен освободить добровольного пожарного от работы на время устранения аварии. Но не всегда работодатели хотят оплачивать это время. Тогда город платит за те часы, когда эти люди участвуют в ликвидации бедствия. Это не только пожары. Техническая помощь, сопровождение транспорта с опасными грузами, аварии на дорогах – очень большая сфера деятельности. В год насчитывается примерно 150-200 выездов. Какие-то меры стимулирования, поощрения существуют? Может быть, какие-то льготы в чем-то там? Все зависит от возможности города. В некоторых районах добровольным пожарным предоставляют скидки по кредитным ставкам и другие льготы. В Учтане этот вопрос только прорабатывается. Но для молодых людей существует большой стимул. Если юноша заключает контракт на 6 лет, он освобождается от службы в армии. Привлечение молодежи в ряды работников добровольной пожарной службы – одна из актуальных проблем сегодня. По мнению Хельмута Вебера, только до 14 лет можно приобщить молодежь к пожарному делу, привить все необходимые навыки и чувства ответственности. Для этого в Учтане уже давно работает отделение пожарной службы для детей от 6 до 14. Сам же господин Вебер трудится в системе пожарного дела 37 лет. Начало была романтика. Нравилось ездить на красной машине. Сейчас частью жизни стала ответственной за свое дело, за безопасность других людей. И когда помогаешь людям, побеждаешь какую-то ситуацию, это очень хорошее чувство. В центральной части Итштайна, недалеко от автобусной станции, возвышается старинная пожарная башня. Местом расположения и внешним обликом она напоминает пожарную башню в Угличе, но уже давно не используется по своему прямому назначению. Небольшой уютный ресторан, он же пивоварня, вдохнул в некогда запущенное строение новую жизнь. Здесь с удовольствием обедают и ужинают, смакуют ароматное пиво и просто общаются. В гости Итштайна и жителей города. Идея размещения пивоварни в пожарной башне пришла к Армену Зейлю в одночасье, пять лет назад. Просматривая вечером городскую газету, он увидел объявление о конкурсе на право аренды помещения в центре города и фотографию здания. Это была пожарная башня. Я заинтересовался зданием, но не знал, что могу предложить. В этот момент по телевизору рассказывали о маленьких частных пивоварнях. Меня осенило. Конечно, мы откроем там пивной ресторан. Я поделился своей идеей с женой, которая поначалу сочла мои планы сумасшедшими. Но уже через 10 минут решение было принято. Я отправился в администрацию, рассказал о своих намерениях. За очень короткий срок пришлось собрать всю необходимую документацию и составить бизнес-план. В результате я победил в конкурсе и стал арендатором помещения. До этого здание использовалось как склад одежды для бедных людей и вещи необходимо было куда-то вывезти. Это заняло много времени. На традиционном новогоднем приеме бургомистр господин Крум посоветовал открыть не просто пивной бар, а настоящую пивоварню. Когда-то в Ульштайне уже была своя пивоварня и местное пиво пользовалось большой популярностью. Имея опыт работы в бизнесе, Армин Зейн стал поэтапно продвигаться по пути к намеченной цели. Учитывая небольшую площадь помещения, в поисках оборудования пришлось сколесить пол Европы. Маленькие размеры и необходимость сохранения особенностей архитектуры старинного сооружения диктовали свои правила в размещении пивоварни и создании интерьера ресторана. Оборудование пивоварни я разместил прямо в обеденном зале. Когда гости видят, как напиток создается у них перед глазами, это очень колоритно. Они с удовольствием его пьют. Процесс приготовления пива достаточно долгий – 21 день. 12 часов оно варится, затем сливается в бочки, добавляются дрожжи. Бочки отправляются на склад, где пиво спит еще три недели. Мы делаем только темное и светлое пиво. Его подают нефильтрованным, благодаря чему сохраняются все полезные свойства. В месяц получается от трех до пяти тысяч литров хмельного напитка. Это пиво, которое здесь производится, оно только здесь реализуется? Если у кого-то день рождения, мы можем продать бочку, но редко. В основном все пиво расходится в ресторане. Предлагают в ресторане самые разнообразные блюда, но акцент делается на более сытную пищу. Она вызывает жажду, а следовательно, расходится больше напитков. Здесь не курят, и это, по словам Армина Зейля, сказывается на его бизнесе острее, чем экономический кризис. Люди стали заходить на меньшее время. Как опытный предприниматель, Зейль учитывает каждый нюанс своего дела. Именно поэтому мы обратились к нему за советом для тех, кто хочет открыть пивоварню в Угличе. Первым делом надо изучить спрос. Будет ли у вас достаточно посетителей. Затем найти доступное и удобное место, желательно в центре города. Проверить качество здания, согласовать со всеми службами. Важно просчитать проект, чтобы не получилось, что начнешь, а не закончишь из-за нехватки денег. Все это непросто и долго. Но если есть желание, то все оправдано и того стоит. По старинным улочкам можно бродить часами, а потом бесконечное число раз рассматривать сделанные здесь фотографии, вглядываясь в нарядные домики и постоянно обнаруживая для себя какие-то новые милые детали. Здешняя реальность похожа на сказочную декорацию, далекую от повседневной суеты. Но в ней живут обычные люди, работают магазинчики и уютные кафе. Бывший полицейский Клаус Фритц Андерс с супругой Мартиной живут в центре города, в доме которому 300 лет, и принадлежал он когда-то к кузнецу. Мы купили наш дом в 1989 году, когда происходила санация этого района. Поскольку город был в страшном состоянии и его надо было сохранить, городское руководство приняло программу о финансовой поддержке семей, которые готовы переехать в Итштайн, купить старые дома и отремонтировать их. Итштайн стал участником государственной программы по восстановлению старой исторической застройки городов, которая когда-то выглядела далеко не сказочно. Малопривлекательные, перегруженные транспортом улицы, непопулярные ветшающие жилье с удобствами во дворах, конечно, его было легче снести и заменить современными строениями. Но, к счастью, этого не произошло. Переворот в общественном сознании наступил в 70-е годы прошлого века, когда история и традиция стали восприниматься не в качестве балласта, а как капитал для будущего немецких городов. Тогда государство и приняло решение о дотации расходов граждан, которые решатся на приобретение и ремонт старых домов. Преобразования начались в 1980 году. В Итштайне предстояло восстановить 200 домов. Бывший тогда бургомистром господин Мюллер очень быстро среагировал на призыв правительства и город в числе первых получил 20 миллионов марок на реализацию новой программы. Однако вначале люди не спешили в ней участвовать. Коренные Итштайнцы предпочитали строить новые дома за исторической чертой города. Но постепенно к старине потянулись приезжие из Франкфурта, Висбадена и других городов. Своё будущее жильё они восстанавливали под строгим контролем архитектора, сохраняя все важные исторические и архитектурные детали. Благодаря этому сегодня есть возможность созерцать традиционный немецкий фархверк. Это способ строительства, при котором взводился каркас из прочных дубовых балок, а затем заполнялся смесью глины, соломы и дубовых веток. Правда, при ремонтах разрушившиеся части стен закладывали уже кирпичами, но это не суть. Разницу между старинными и современными материалами прочно скрыла штукатурка, а нарядность строением обеспечили выделенные краской балки и дорисованные детали. В обновленном фархверке много красного, хотя его традиционные цвета все-таки зеленый и серый. Разумеется, за обновленными фасадами при сохраненной традиционной планировке домов совершенно современное содержание. Мы никогда не сожалели, что купили и отремонтировали старый дом. Мы с удовольствием в нем живем, поскольку в центре города особая атмосфера истории и старины. Мы здесь купили еще один дом, который сдаем в аренду, и эти люди тоже с удовольствием в нем живут. В благополучной Германии, где всего лишь 17% граждан имеют собственное жилье, владеть старинным домом в центре города очень престижно. Со временем люди это поняли, и фахверки значительно возросли в цене. И если сначала дотация ремонта покупателю со стороны государства составляла 30-40%, то с увеличением спроса была снижена до 10. В целом, в санацию старой части Ситштайна только до 2002 года было вложено 130 миллионов немецких марок или 65 миллионов евро государственных и частных средств. Немалые суммы затратил и сам город на коммунальные мероприятия восстановления общественных построек и дотации частникам. Вложенные инвестиции себя оправдали. Горожанам здесь приятно жить, а гостям хочется возвращаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...